Открытая студия Федерал Пресс продолжает свою работу на промышленные выставки Иннопром в Казахстане. В эти дни работаем в Астане, говорим о промышленной кооперации, новых экономических реалиях и многом другом. И в нашей студии управляющие партнеры группы компаний «Катюша» Максим Виноградов и Владислав Север. Добрый день. Здравствуйте. Как давно группа компаний «Катюша» находится на рынке и какие изменения претерпела ваша экосистема в корпоративной печати в последнее время? Ну, Максим, давайте тебе слово. Компания на рынке с 2017 года. В плане корпоративных изменений мы находимся в непрерывном развитии, постоянном. В современном мире много и возможностей, и много вызовов. В этой связи мы обязательно обращаем свое внимание на такие рынки, как рынок СНГ, в частности, рынок Казахстана. Здесь много возможностей. Прекрасные IT-кадры, которые существенно обогатили нашу команду. И сообща вместе в кооперации между российскими, белорусскими и казахстанскими компаниями, мы можем сообщать сделать намного больше, нежели каждый сам по себе. Объединяя усилия и в коммерческом ключе, и в плане технологической кооперации, производственной кооперации, совместном построении новых брендов и выходе на рынки СНГ, стран Азии, Средней Азии и глобального юга, мы видим действительно хорошие перспективы в плане экспорта нашей высокотехнологической продукции. Максим очень точно отметил, что мы находимся в постоянном развитии, но сейчас мы уже перешли к такой фазе, где мы создаем новые продукты, в которых новые решения применяем. Этому как раз способствует совместная работа IT-специалистов из разных стран, которые входят в нашу группу компаний. И мы перешли к такой фазе развития, когда уже многие крупные заказчики по достоинству оценили наш подход, наши продукты. Это дает очень хорошую уверенность в том, что мы все делаем правильно. И вот вектор на развитие вне России, в Казахстане, может быть, в других странах, мы считаем, что это такой приоритет наш на сейчас. Я правильно понимаю, что вы рассматриваете кооперацию с командами дружественных стран, со специалистами, которые проживают на территории дружественных стран, для того, чтобы выходить на внешние рынки, которые закрыты для российских компаний. Я бы не стал это сужать, я бы поставил вопрос шире. Смотрите, вот один из наших ведущих разработчиков, менеджер по продукту более чем с 20-летним стажем, он белорус. Основатели компании и, так сказать, ключевой штат у нас расположен в Москве. Здесь, в Казахстане, мы нашли прекрасных коммерческих партнеров и для выходов на международные рынки, и для развития внутри здесь. Здесь есть прекрасные программисты, прекрасные айтишники, которые действительно делают наш продукт сильнее. Это самое важное. Быть конкурентоспособным на открытом рынке. Это то, что у нас сегодня, наверное, не хватает еще в России, и то, к чему нужно стремиться. В этом смысле мы развиваем именно свою экосистему продуктов, которые не ограничиваются одним каким-то изделием или даже линейкой изделий, а направлены на то, чтобы софт вместе с железом позволял нам делать такой продукт, который действительно будет конкурентоспособным в целом на мировом рынке. Вот это, наверное, самое важное. И здесь действительно ценные специалисты, которые и здесь в Казахстане есть, здесь еще прекрасная наша инженерная школа, школа программирования. И в плане коммерческой коммерциализации Казахстан находится на перекрести международных торговых путей и действительно отсюда выходить на рынки, например, средней Азии намного быстрее, чем это можно сделать от нас. Поэтому здесь кооперация нужна и технологическая, и производственная, и гуманитарная в плане кадров, и обязательно коммерческая. Насколько я знаю, ваше решение, в том числе связанное с импортозамещением в сфере корпоративной печати. Расскажите о новых продуктах, которые удалось вывести на рынок в последний год. Ну и вот как вы отстраиваетесь от зарубежных аналогов, благодаря каким преимуществам? Мы сделали ставку на тот потенциал, который есть в России сейчас. Оказалось, что у нас есть очень хорошие разработчики в сфере электроники, готовые компании, которым нужно просто давать заказы, которые готовы их выполнять. И наша как раз продуктовая линейка стала тем самым фактором, который позволил размещать заказы, давать им работу. Мы разработали и уже применяем в своих устройствах, например, считыватели смарт-карт, которые до настоящего времени в Россию поставлялись только немецкие, из Германии и США. Оказалось, что наши инженеры вполне способны справиться с этой задачей и не только разработать, собственно, это устройство, но и производить его на территории России. Это вот как пример того, что мы делаем сейчас. Дальше мы изучили рынок России, кто уже из производителей, какие электронные компоненты, подходящие нам в наши продукты, производят, и мы стараемся их интегрировать. Например, твердотельные жесткие диски, другие компоненты. Это уже продукция из реестра Минпромторга, она производится в России, и мы такую продукцию интегрируем в нашу продуктовую линейку. Вот хороший пример того, как можно достигать высокого уровня локализации продукции и при этом экономить время. Вот это наш подход. Мы создаем такую экосистему, не только продуктовую для заказчиков, но и экосистему взаимодействия с партнерами, с дизайн-центрами, с разработчиками и российскими производственными площадками. Владислав очень важно сказал. Именно внутрироссийская технологическая интеграция у нас, мы на этом особенно стараемся концентрироваться, потому что, ну вот если взять географию нашей кооперации более подробно, например, Калининградский образ, там производятся SSD-диски, твердотельные накопители, которые используются в наших устройствах. Санкт-Петербург, два предприятия по разработке и производству, самые современные электроники с нами работают. Мы размещаем уже сегодня у них заказы, загружаем их, повышаем производительность труда, в том числе на этих предприятиях. И имеем возможность сразу здесь и сейчас выходить на рынок, что действительно важно, а не ждать несколько лет, пока какие-то компетенции появятся у нас дополнительно. Выйти на рынок, сэкономить время, это сегодня очень важно в той конкурентной среде, которая есть. В Москве у нас два предприятия, в том числе по производству пластиковых компонентов, металлических, металлической оснастки для наших устройств. Это то, что сегодня действительно нужно, и то, что нам сегодня не нужно заказывать в других странах. В ближайшее время у нас добавятся еще 2-3 подрядчика из других городов России, в частности из Казани, в частности еще одно предприятие из Петербурга, предприятие в Зеленограде, по осуществлению сборки. Поэтому мы географию расширяем как внутри России, так и будем работать с новыми партнерами здесь, в Казахстане и Республике Беларусь. Границами не ограничивайтесь, в общем. Это важно, это важно, потому что самое главное для нас – это сбыт. Соответственно, наша продукция должна быть конкурентоспособна, и чем больше рынок, тем для нас лучше. Поэтому мы, естественно, очень внимательно смотрим за ближайшими рынками, куда мы можем дойти, плюс еще и получить такой синергетический эффект в разработке и усовершенствовании нашего продукта. Вот, например, на Инопроме здесь мы представили первый в мире, не побоюсь этого слова, многофункциональный аппарат, копировально-множительный, который имеет интерфейс полностью на казахском языке. До настоящего времени, почему-то другие мировые вендоры не сделали каких-то усилий по поводу локализации интерфейсов для, например, Казахстана. А наша компания очень уважает своих потребителей, новые рынки, и мы приняли такое решение и вот выпустили такую линейку устройств, представили ее здесь. Казахстанская сторона оценила уже? Конечно. Более того, например, вот буквально сегодня к нашему стенду подходила казахская почта, почта Казахстана, и сказали, что для них крайне актуально, чтобы интерфейсы, особенно на устройствах небольшого формата, были полностью на казахском языке. Почему? Потому что в глубинке очень много людей... А как вы сказали? Как вы сказали, действительно используют в обиходе полностью везде уже казахский язык, и поэтому для них это что-то очень близкое, понятное, потому что им действительно востребовано. Другие производители с мировым именем пока обходят, так сказать, эти дополнительные затраты стороной, и таких решений не предлагают. Мы это сделали, причем мы это сделали для всей абсолютно линейки. А то, что, как Валерий сказал, для устройства А3, премьер-министра Казахстана вместе с Михаилом Владимировичем Мишусиным и премьер-министром Белоруссии Романом Александровичем, Голубченко подходили к нашему стенду, и премьер-министр Казахстана лично убедился, что интерфейс переведен абсолютно правильно, что ошибок нет, и, так сказать, действительно был заинтригован тем, что это уже сегодня реализовано. Более того, эта техника сегодня находится на рынке, это не какой-то экспериментальный образец, который где-то есть в одном штучном экземпляре. Эта техника сегодня есть уже на рынке и России, и Казахстана, и Белоруссии, и, например, в нашем шоу-руме в Алмате у нас очень красивый, один из самых современных шоу-румов техники и софта в республике. С этими экземплярами можно ознакомиться, и клиенты в Казахстане уже начали приобретать эту технику. У вас есть еще одна интересная разработка, это печать по QR-коду с мобильного приложения. Расскажите, пожалуйста, вы экспортируете ли эту технологию в страны ближайшие, в зарубежья, и, может быть, есть еще какие-то разработки, о которых мы не знаем, которые вы также готовы поставлять как внутрестранные, так и на экспорт? Ну вот, печать по QR-коду это как раз один из тех примеров, когда мы, как изначально российская компания, предложили рынку инновацию, которая до этого другими производителями программного обеспечения по управлению печати не предлагалась. Предлагались только хардверные терминалы, они дорогостоящие, и наши программисты, наши разработчики решили задачу удешевления аутентификации на устройстве. Конечно, сейчас смартфоны позволяют легко использовать QR-код, наше приложение представлено и на платформах Android, и iOS, и, конечно, в составе нашего программного комплекса SmartPrint оно доступно любым потребителям вместе с нашей продукцией. В нашей студии были управляющие партнеры группы компании «Катюша» Максим Виноградов и Владислав Север.